Приветствую зрителей моего канала, меня зовут Кристина, я путешествую и понемногу живу в разных странах. И сейчас мы прилетели во Вьетнам, в столицу Вьетнама, город Ханой. И мы сейчас отправляемся гулять и исследовать этот город. Город сумасшедший, первое, что бросается в глаза, это сумасшедшее движение. Очень громкие звуки. Мы прилетели буквально вчера, и сегодня первый день, когда мы вышли на улицу, сразу же вышли в безумный кипиш. Мы прилетели сейчас в канун китайского нового года, в канун вьетнамского нового года. И мне кажется, сумасшедший дом здесь еще больше, чем не эти дни. Инстаграмм, местечка, вот, блядь, это пиздец. Hello! Первое, куда мы отправились, это старый квартал. Старый район Ханойа. Идем сейчас по пути туда, смотреть, что там, и попутно напитываемся колоритом этой страны, этого города. Потому что его здесь более чем достаточно. Самое интересное, как я говорила, я очень люблю в путешествиях именно контрастность. То есть приезжать из какого-то тихого города в очень шумный, очень густонаселенный мегаполис, это мое любимое занятие. Допустим, мы прилетели в Ханой из Лаоса. Лаос это очень-очень-очень тихая, медленная страна. Машин там практически нет, движение просто максимально медленное. Там по городу, мне кажется, ездят со скоростью 20 км в час на пустых дорогах. И сейчас, конечно, мы словили такой сильнейший контраст. Не передать. Старый квартал Ханойа славится своими узкими улочками, множеством кафе и интересными с точки зрения архитектуры зданиями. И, конечно же, как всегда и бывает во всех старых кварталах любого города, практически все достопримечательности сосредоточены в этом районе. Если, гуляя по старому кварталу Ханойа, вы сможете не смотреть постоянно под ноги и по сторонам, уворачиваясь от байкеров и обходя людей на классических малюсеньких стульчиках, а по верхам вы увидите действительно красивые и необычные здания и фотогеничные улочки и переулки. Уж не знаю, всегда ли так безумно в Ханойе, но в период Тета, это вьетнамский Новый год, прогулку по старому городу невозможно было назвать прогулкой. По мне, так это было выживанием. Тем не менее, некоторые достопримечательности посмотреть мы все-таки смогли. Гуляя по старому району Ханойа невозможно пропустить собор кафедральный святого Иосифа, который выстроен в готическом стиле. И посмотрите, как он необычно смотрится, особенно в этом шумном азиатском мегаполисе. Собор святого Иосифа – это невероятной красоты собор в готическом стиле, построенный еще французскими колонизаторами. Очень необычное и величественное здание, которое находится посреди творящегося безумия и хаоса. Кстати, в Ханое довольно много подобных зданий. Например, чуть в отдалении есть римская католическая церковь Куа Бак. К сожалению, хоть в закладках она у меня и была, но до туда мы так и не дошли. Если вы будете в Ханое, то обязательно посмотрите и на этот собор, и на эту католическую церковь. Сейчас самое начало февраля во Вьетнаме, канун Нового года, и в Ханое невероятно холодно. На самом деле, я, конечно, смотрела погоду, и я знала, что здесь на севере довольно-таки холодно. Но я почему-то думала, что не настолько. Благо, я не выкинула свою джинсовку, которую все хотела выкинуть, потому что я ее уже не носила довольно давно. И сейчас я просто надела на себя толстовку, джинсовку, джинсы, теплые носки и кроссовки. И только вот в таком виде я себя чувствую более-менее тепло. Вообще, везде хожу, и у меня просто нос ледяной. Посмотрев этот прекрасный собор, мы отправились в самое сердце туристического Ханое. То место, куда стекаются все гости этого города. Конечно же, попутно отбиваясь от байкеров. Сейчас мы подошли к озеру, которое находится в самом центре города, в самом центре вот этого старого города Хоан Кьем. Озеро также называется Озером Возвращенного Меча или Озеро Зеленой Воды. У этого озера есть одна интересная легенда, которая гласит, что однажды восставшему против китайского правления императору Ле был дарован волшебный меч от золотой волшебной черепахи. С помощью этого меча он и разбил китайскую армию и стал основателем новой возрожденной династии Ле. И у этой легенды есть еще продолжение, потому что черепаха попросила этот меч вернуть себе обратно. После чего меч сделал волшебные круги над этим озером и пасть черепахи поглотил этот меч обратно. У этого озера также еще есть одна достопримечательность. Это вот этот мост, который находится сзади меня. Вход на этот мост стоит около одного доллара, если я не ошибаюсь. Но мы туда не стали уже идти, потому что очень много народу. И мне кажется, не самая живописная достопримечательность. Если вы со мной не согласны, пишите обязательно в комментариях. Что еще удивляет в Ханое зимой, по крайней мере лично меня, так это качество воздуха. Это просто невероятно. Здесь, если вы обратите внимание на видео, видно некоторый такой как бы туман или что-то вроде того. Но это просто густой то ли смог, то ли что-то в этом духе. Прям чувствуется запах какой-то гари. Я не знаю, что они делают. Может, это они так топят. Я не знаю, или что они тут делают. Но, в общем, воздух здесь максимально отвратительный, ужасный. И, в общем, беда, беда с экологией. Не знаю, кстати, как здесь летом, наверное, получше. Но хотя, возможно, из-за большого количества машин здесь и летом не очень-то хороший воздух. Еще одна интересная особенность Вьетнама. Не знаю, как в других городах, по крайней мере, в Ханой, на что я обратила внимание. Здесь в домах на всех этажах расположены разные кафешки, кофейни, рестораны. Например, сзади меня как раз-таки и есть один такой дом. Посмотрите, какой он прикольный и как это необычно смотрится. Сейчас мы идем в одно очень-очень популярное инстаграм-местечко. Вот я останусь заикой. Я просто останусь заикой. А хотела сказать я вам вот что. Хотела сказать парадоксальную вещь, что мы сейчас находимся на такой приятной, тихой улице. Нет. Ну, она, конечно, потише, но все равно это Вьетнам, это Ханой. Мы сейчас направляемся в одно очень известное, очень инстаграмное и популярное местечко. И если вы будете в Ханой, вот сюда точно нужно обязательно сходить. Будучи в Ханой, просто невозможно не сходить на суперраспиаренную и инстаграмную достопримечательность этого города. И это улица с поездом. Это такая узкая улица-аллея, где жилые дома и кафе буквально находятся в нескольких сантиметрах от железнодорожных путей. Здесь всегда очень-очень много туристов. Поэтому в какой-то момент власти Вьетнама запретили туристам гулять по этой улице, дабы они не покалечились. Каким образом это можно сделать, мне непонятно, так как поезд проезжает в этом районе со скоростью черепахи. Сейчас на входе на эту улицу сидит охранник, который якобы не пускает туристов. По факту там же у входа курсируют сотрудники разных кафешек и приглашают вас к ним в кафе, потому что вне кафешки опасно. А вот в открытой кафешке безопасно, сами понимаете. Владельцу кофейни, в которой были лично мы, можно заранее написать ватсап, узнать расписание поездов и договориться, чтобы вас встретили на входе. Локацию этой кофейни я оставлю у себя на канале в Телеграм. Переходите туда, там много ссылок из моих путешествий. Что по самой улице, помимо того, что это прикольная и необычная достопримечательность, своего рода городское развлечение, мне понравилась и царившая здесь атмосфера. Люди со всего мира попивают кофе и ожидают приближения поезда. Все болтают друг с другом, фотографируются. Все в красивых и фотогеничных фонариках. А по рельсам ходят торговцы и предлагают свои товары. Мой вердикт, однозначно рекомендую посетить это место, если будете в Ханое. Ну что, Кирилл, как тебе такое развлечение? Очень прикольно. Вы вообще это видели только что? Это прям... Я такого никогда не видел. Так близко к поезду я не был еще ни разу. Неподалеку от старого квартала Ханое есть и культу... Блядь, это пиздец. А хотела я сказать, что неподалеку от старого квартала Ханое есть и культурный район Ханое, который мы отправились осматривать, попутно решив зайти посмотреть одну красивую пагоду на озере. Вообще, уже на второй день нашего нахождения в Ханое он начал меня изрядно раздражать, а точнее жители этого города. Вьетнамцы очень шумные, беспардонные, постоянно харкаются, могут трыгнуть тебе в лицо. При мне мужчина справил малую нужду прямо на набережной оживленного озера. Меня постоянно толкали, пихали и наступали на ноги. Своими проявлениями они очень сильно напоминают мне китайцев. Вечно сигналющие байкеры, которые пытаются сбить тебя, глядя тебе в глаза. На улицах очень грязно, много крыс и мусора. Находиться в Ханое лично мне было максимально некомфортно и неприятно. Тем не менее, с точки зрения путешественника, там есть что посмотреть, и это довольно контрастно. Контрасты я очень люблю. Итак, мы сейчас подошли к пагоде, которая находится на этом самом главном озере, которое большое расположено в самом центре Ханое. И сейчас мы посмотрим эту пагоду. Мы подошли к древнейшему храму в Ханое, пагода Чанко. Пагода была построена аж в VI веке. Она является одной из самых значимых и узнаваемых достопримечательностей Ханое. У этой пагоды, как и у любого древнего сооружения, есть своя легенда, согласно которой император решил построить пагоду после того, как увидел золотого дракона, поднимающегося над этим местом. Название Чанкоок переводится как столб дракона, что символизирует мощь и благосостояние. Пагода построена на одном каменном столбе, который символизирует цветок лотоса. Высота столба составляет около 1,25 метра, а диаметр чуть больше 1 метра. Верхняя часть столба украшена драконом, который оберегает пагоду и приносит удачу. Эта пагода не просто красивая архитектурная достопримечательность, но и важный религиозный символ для вьетнамского народа. Она является местом поклонения и молитвы, куда приходят верующие, чтобы найти душевное спокойствие и гармонию. Кстати, на этом острове, на котором расположена пагода, действительно довольно тихо и спокойно. Немного контрастности Ханое, о котором я говорю. Вот мы сейчас смотрели эту красивую буддийскую пагоду. Сейчас мы, кстати, отправляемся в Даосский храм смотреть, он тоже здесь неподалеку. И посмотрите, там все очень красиво. Вот я вам снимала кадры, прям действительно классное место. Его действительно стоит посетить. И посмотрите, какой контраст. Здесь вот набережная, все в таком срачье мусоре, а вот там косяк рыбок и половина из них просто дохлый. Кирилл сейчас говорит, может, они спят. Ну, может, конечно, и спят. Как думаете, как считаете? Пишите в комментариях. А мы тем временем пошли осматривать следующую достопримечательность на нашем пути. Это небольшой даосский храм Куантхань, который можно обойти за 5-10 минут. Вход на территорию храма платный и стоит 10 тысяч донгов на человека. Это около 50 центов. Храм очень красивый, территория небольшая, но на удивление тут было очень тихо и приятно. Внутри храма стоял алтарь. И что удивило лично меня, это подношения, которые были в виде бутылок с виски. Осмотрев этот храм, мы отправились уже к другой достопримечательности, а точнее к месту, где сосредоточено сразу же несколько объектов, которые были в моем списке к посещению. И от посещения которого у меня в итоге знатно подгорело. Мы пришли на главную площадь, на которой находится президентский дворец, в котором, собственно, сидит и делает свои важные президентские дела президент. Это главное здание, вход запрещен, там все охраняется, и там даже снимать нельзя, даже снаружи нельзя это здание снимать. Но здесь есть такая большая площадь, на которой можно погулять, где можно поснимать и есть что посмотреть. Собственно, мы сейчас немного обойдем и идем туда. Мы проходим мимо здания национального собрания, который расположен прямо напротив музея и мавзолея Хошимина. Вот, собственно, сзади меня, вот там вот мавзолей Хошимина. Вот сюда мы и направляемся. Вы просто себе не представляете. Мы обошли, я даже не знаю, какое количество просто... Мы обошли, в общем, огромную площадь. Здесь вход только с одной единственной стороны. Запускают туристов только то ли кучками, то ли в определенное какое-то время. Это ужасно странно. И самое странное, что здесь на входе у них надо выкидывать воду. Здесь металлические вот эти рамки. Чтобы войти на какую-то площадь, здесь просто надо пройти все круги ада, чтобы сюда попасть. Что же есть на этой площади вокруг президентского дворца? Естественно, сам дворец, который действительно очень красивый и построен во французском колониальном стиле. Но, как вы поняли, фотографии и видео оттуда у меня нет. Так как, когда мы там были, туда не пускали и даже сфотографировать не разрешили. Конечно же, мавзолей Хошимина, музей Хошимина и дом Хошимина на сваях. Обойдя же всю эту огромную площадь и осознав, что вход и выход в одном месте, а до мавзолея и до дома на сваях, а потом еще и обратно, это уже слишком для нашего и без того насыщенного дня, мы даже не стали в итоге туда идти, тем более, что пока мы все это обходили, уже и так на нее посмотрели. Кроме этого, есть пагода на одной ножке, как ее еще называют башней цветка лотоса или Тюамот Кот. Действительно симпатичная пагода, но в целом в Ханой есть и более интересные с точки зрения архитектуры пагоды. На мой личный взгляд, место совершенно необязательно к посещению. И если вы по какой-то причине его пропустите, то ничего не потеряете. Ну а мы после нескольких дней в Ханой отправились в одно действительно потрясающее место, которое находится в паре часов езды от Ханойя. Буквально в 100 километров от нелюбимого мною Ханойя расположено несколько потрясающих достопримечательностей, которые обязательно нужно посетить, если вы будете в этом городе. Одна из них очень всем известна, это бухта Холонг. Но есть одна не такая известная, по крайней мере, у русскоязычных туристов и гостей этого города. И это одна из самых красивых провинций северного Вьетнама, Ниньбинь, с ее знаменитым парком Тамкок. Времени у нас было ограничено, и в два места съездить мы уже не успевали. Поэтому вместо популярной бухты Холонг мы решили съездить в Ниньбинь, который многие незаслуженно обходят стороной. И очень-очень зря. Первая локация, куда мы прибыли, это гора Нгуа-Лонг. Довольно высокая гора, но в целом там ступеньки, и после Лаоса подняться туда было уже не так сложно. Главное взять с собой воду и головные уборы. А сверху открывается обалденный вид, и подъем точно того стоит. Думал, я подсниму что-то, но на самом деле просто сзади меня обрыв. Здесь вообще ничего не обустроено. Острейшие скалы. Я туда не полезу уже. Поэтому привет вам с самого верха. Давайте я вам покажу. Надеюсь, вы что-то увидели, потому что я лезу вниз. Но вниз тоже тяжело. Кирилл, ну чё, ты как? Тяжело на самом деле. Очень тяжело. Я вообще вся красная как раз. Поднялись мы на самый верх. Здесь очень красиво, прям вообще потрясающе. Но мы очень устали. Сейчас будем спускаться вниз. Спустившись с горы, мы направились смотреть древнюю столицу Вьетнама. Древний город Хоа-Лу. Хоа-Лу был столицей Вьетнама в конце 10-го и начале 11-х веков. Это место имеет огромное историческое значение, поскольку оно было центром первого централизованного государства в истории Вьетнама. Хоа-Лу был политическим, экономическим и культурным центром вьетнамского государства. Это было время важных исторических событий, формирования национальной идентичности и борьбы за независимость от китайского господства. Место окружено красивыми горами, что не только красиво, но и создавало естественную крепость, которая в древности защищала столицу от вражеских нападений. Несмотря на то, что большинство древних сооружений было утрачено, но до сих пор сохранилось несколько важных памятников, включая храмы, посвященные тогдашнему королю и другим важным историческим фигурам. Место очень красивое и достаточно тихое. Здесь можно спокойно прогуляться, разглядывая древние храмы и изучая детали. Конечно же, сделать много классных фотографий на память. Но прогулявшись вокруг древних храмов, мы направились к изюминке этого места. О, ради чего мы сюда и приехали. Национальный парк Амкок. Кристинченко. Что мы здесь делаем? Мы поехали кататься на лодке и выцепили себе вот такие вот шляпки. Но на самом деле они их просто раздевают, не брали для этого. А тут решили на этих. Пожалуй, самая известная достопримечательность Ниньбиня это великолепный природный комплекс Тамкок, который часто сравнивают с знаменитым заливом Холонг и называют Холонг на суше. Самый захватывающий способ исследовать Тамкок это прогулка на лодке, чем мы, конечно же, и решили заняться. На лодке вас будут катать местные грибцы, которые грибут не руками, а ногами. Нам сказали, что этот метод гребли передается из поколения в поколение и что это часть культуры этого региона. Река, протекающая через долину Тамкок, проходит прямо посреди рисовых полей. Невероятной красоты скал и пещер. Она создает множество каналов и потоков, омывающих рисовые поля. А высадка риса – это важная часть жизни местных жителей. Его выращивание является неотъемлемой частью культуры страны. Когда мы там были, рис как раз только высаживали. Мы застали и впервые посмотрели на этот интересный процесс. Если же приехать в конце весны, то рисовые поля будут вовсю цвести очень ярким зеленым цветом. Место действительно завораживающее и впечатляющее. Однозначно рекомендую к посещению. В Ниньбине мы провели целый день с перерывом на обед. Посмотрели не все. Здесь действительно множество интересных мест и весьма спокойная обстановка. Поэтому, если решите сюда ехать, то я рекомендую ехать на два дня. Арендовать милый отель вдали от суеты, взять в аренду байк или велосипед и провести выходные, катаясь по местным достопримечательностям, знакомясь с культурой Вьетнама и любуясь красотой природы. А мы тем временем сели на вьетнамский поезд и отправились в центральную часть этой интересной, но очень выматывающей страны. Как мы ехали в поезде, да и о многом другом, я рассказываю у себя на канале в Телеграм. Подписывайтесь туда и до новых встреч в новых сериях наших путешествий по миру. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Всем пока!